здравствуйте друзья здесь Демитков Юрий последнее время появилось много слухов о том что в следующем году или вот прямо сейчас курс доллара рухнет вернее курс рубля рухнет доллар резко взлетит там до 150 до 200 рублей что скоро объявят дефолт и полная наступит пипец поэтому сегодня давайте разберемся будет ли все это и почему будет и почему не будет и так что такое доллар вообще доллар это валюта во-первых одной взятой страны отдельно взятой страны соединенных штатов америки она их печатает у нас доллары не печатаются и доллар также используется как валюта международных расчетов поэтому откуда у нас стране могут взяться доллары и почему мы зависим от курса доллара доллары у нас могут взяться если мы для того чтобы поступили доллару страну зачем мы должны что-то продать из нашей страны поэтому значит мы что-то продаем то есть отправляем на экспорт и нам за это платят денежку как правило в долларах вот второй вариант как могут поступить нам доллары в страну мы можем взять просто в долг у кого-то ну международные заимствования и третий поток давайте выделим денег и долларов которые поступают к нам страну это деньги от инвестиций то есть инвесторы сами приходят в нашу страну и привозят доллары конвертируют их в рубли и соответственно строят у нас заводы строят у нас фабрики которые производят продукцию а вот с целью получения прибыли вот такие три источника еще раз значит мы посылаем на экспорт нам платят за экспорт мы берем в долг что-то и инвестиции к нам и соответственно куда уходят доллары из нашей страны но в обратном порядке значит инвесторы которые произвели товары они значит там реализуют эти товары продают и значит покупают доллары соответственно выводят прибыль себе инвесторы это нормально вот второй вариант значит долги те которые долги мы раньше взяли мы должны расплачиваться с долгами поэтому мы платим по долгам с процентами и третий третий поток это импорт мы покупаем товары за рубежом и платим за них долларами вот такие потоки встречные долларов значит мы один поток идет к нам страну другой от нас и соответственно если поток долларов к нам превышает поток долларов от нас то у нас наблюдается внешне торговый профицит профицит внешне торгового баланса или доллары только извне могут поступить то есть профицит если долларов поступает меньше чем мы тратим то соответственно у нас дефицит этого баланса и соответственно но значит доллара в стране может быть больше либо меньше ну как это бассейн понимаете две трубы в одну втекает в другую вытекает но в данном случае в 3 втекает трубы в 3 же вытекает вот если трубы не сбалансированы то уровень долларов значит будет понижаться либо повышаться соответственно вот таким образом и задача центробанка следить за тем чтобы вот уровень долларов там ну по крайней мере не понизился ниже критического и так далее это вот по большому счету это вот очень 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 грубо но это позволяет понять что делается с долларами от чего зависит курс доллара теперь давайте посмотрим более внимательно экспорт что мы посылаем на экспорт ну все говорят что нефть исключительно на самом деле не только нефть мы посылаем очень много полезных ископаемых нефть там значит кучу минеральных удобрений кучу сельскохозяйственной продукции уже мы посылаем на экспорт зерно мы по зерну вышли по экспорту зерна на первое место в прошлом году в мире вот что еще ракетные двигатели rd-180 американские ракеты запускаются с нашими двигателями до сих пор еще вот самолеты boeing американские летают на нашем титане и он у нас же изготавливаются эти корпуса силовые корпуса которые держат вот все самолеты boeing если вы не знали они производятся там же в норильске отливаются американцы пока не могут так сделать вот и нефть занимает да конечно достаточно большую часть нашего экспорта и конечно же мы зависим от прихода долларов за экспорт нефти вот но это не единственная часть нашего экспорта там где-то ну по оценкам 60 процентов вроде но не знаю вот теперь далее следующий труба которая приходит к нам это долги вы знаете что мы находимся под санкциями и поэтому в долг нам никто уже давно не дает вот а никто не дает поэтому значит этот вариант у нас давно 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 обрублен уже очень давно обрублен года три вот с 2014 года грубо говоря 4 года вот теперь далее инвестиции по той же самой причине инвестиции к нам страну идут конечно но не очень сильно вот таким образом теперь дальше вытекает давайте посмотрим что из нашей страны вытекает возврат долгов по причине того что нам давно уже никто не давал мы никому ничего не должны вот то есть есть обратная сторона в том что нам никто ничего не дает потому что мы ничего не должны и поэтому нам не надо платить по долгам ну минимальные какие-то суммы то есть они настолько несущественные что можно даже не фактор вот теперь дальше вывод денег от инвестиций ну соответственно он происходит и мы регулярно видим значит там что деньги из страны уходят да они уходят мы видим в каком количестве они уходят ну вот вот так вот и следующее импорт импорт следующий то есть мы платим за импорт если у нас курс доллара повысился импорт стал дороже мы начинаем покупать меньше импортных товаров и соответственно производить больше своих пользоваться своими поэтому вот от этих факторов зависит и давайте посмотрим ну да нефть понизилась нефть стоила в октябре значит там 87 долларов был максимум долларов за баррель сейчас она стоила сказать ну вот 50 там борется за то чтобы перейти отметку 54 доллара за баррель а еще недавно она до 50 опускалась вот таким образом да нефть опустилась в цене но на сколько она опустилась ну на 30-40 процентов если нефть составляет 60 процентов нашего экспорта то получается что экспорт упал общий экспорт как бы падает на ну сколько там если нефть упала там на 40 процентов например да а нефть составляет 60 процентов от экспорта то 64 24 на 24 процента упали поступление к нам долларов вот так как мы можем это компенсировать ну во-первых резервный фонд есть во вторых мы можем задрать цены на импорт то есть соответственно задрать курс доллара вот но насколько насколько это во-первых а во-вторых есть еще бюджетный дефицит мы можем сказать взять в долги у населения и и не только и внешние долги мы можем как-то вот развить то есть все это возможно все это в руках центробанка поэтому поэтому смотрите первая цифра уже прозвучала где-то в районе 24 процентов даже если нефть упадет на 40 процентов в среднем за год вот соответственно вот он максимальный рост курса доллара при прочих равных условиях то есть мы не влезаем больше в долги мы не влезаем больше ни во что импорт у нас остается на том же уровне вот мы значит курс доллара будет 24 процента если мы импорт понизим на те же 24 процента то курс доллара просто не изменится вот собственно говоря то есть мы перестанем покупать импортные товары и собственно говоря все и начнем развивать свое наконец производство чего пока не происходит таким образом я бы не стал говорить о дефолте потому что такое дефолт дефолт это отказ платить по внешним долгам кто такую херню несет я не знаю в девяносто восьмом году была ситуация такая нефть стоила когда уходил ельцин там что-то то ли 8 до 20 долларов стоило за баррель вы можете посмотреть в районе 20 долларов за баррель насколько я помню стоила нефть и когда ельцин уходил она только-только начало подниматься с приходом путина нефть стала работу очень резко вверх и все стали говорить об экономическом чуде и так далее на самом деле никакого чуда не было потому что просто стала поступать нефть и все и не надо говорить о том что что, да, естественно, при Путине стало жить лучше, потому что нефть просто подорожала. Вот сейчас идет обратный эффект, и весь этот пузырь сдувается, собственно говоря. Вот, и в этом даже есть что-то положительное. Да, и в то время, когда в 98-м году объявлялся дефолт, Россия была по уши в долгах, внешний долг. И нам надо было вот эта труба, по которой долги, она была огромная просто, вот такая вот огромная. И что делала Россия? Она выпустила ГКО, государственные краткосрочные обязательства, это облигации, собственно говоря, которые сначала были выпущены под совершенно страшные 10% годовых, потом, чтобы расплатить, а расплачиваться по ним нечем, чтобы по ним расплатиться, выпустили новые ГКО, но уже под больший процент, там, по-моему, 14% годовых был, чтобы загасить через 3 месяца эти ГКО, значит, надо было выпускать новые, это уже было под 18%, потом под 20%, когда там речь зашла о том, что нам, мы сможем разместить ГКО только под 50 или 60%, и был объявлен дефолт. Вы сейчас что-то подобное видите? Ничего подобного нет. То есть Россия, внешний долг очень маленький, очень маленький, поэтому дефолта не предвидится. Доллар, ну, будет стоить там, ну, 70, ну, 73 рубля за доллар, не больше. Вот, поэтому вот такие факторы, и я бы не стал об этом говорить. Вот, ну, давайте сравним с Украиной, например, да? Украина что делает? Наоборот, значит, она гасит свой экспорт в Россию, она говорит, мы с Россией вообще не хотим иметь дела, и поэтому мы хотим полностью прекратить торговые отношения с Россией, то есть чтобы Россия у нас ничего не покупала и не давала, соответственно, Украине доллары. Во-первых. Во-вторых, значит, что делала Украина, когда газ там, она воровала газ и, соответственно, прикручивала иногда, помните, крантик, чтобы, ну, воровала просто газ, и Россия была вынуждена, так сказать, по контрактам больше газа прокачивать, потому что были контракты по поставкам в Европу, и поэтому и Европа озаботилась о том, что Украина ненадежный транспортер, и, значит, соответственно, Россия, так сказать, как бы теряла имидж, поэтому стали проекты Южный поток, Северный поток, чтобы, ну, стабилизировать это дело. Сейчас Украина пожинает плоды вот этих своих действий, собственно говоря, и влезает в долги. Вот. Что будет с Украиной? Вот с Украиной как раз дефолт будет. Он уже должен был состояться два или три года назад, но Украина, значит, забегала-забегала и решила отложить это дело, предложила оферту по внешним долгам украинским, отсрочила платежи на пять лет, вот, пять лет скоро истекут, Северный поток построится, и, в общем-то сказать, там как раз и будет дефолт. Вот там железно будет дефолт, однозначно. Вот. Ну, то есть, может спасти только какое-то чудо от дефолта такую страну, как Украина. То есть, не надо путать, надо смотреть просто на какие-то вещи совершенно простыми глазами. Вот такие простые доводы, понимаете? Экспорт, импорт и все. Внешнеторговый баланс. Он не меняется. Все. Я надеюсь, что я привел достаточно хорошие доводы, и если вам это интересно, я готов продолжить о том, как формируется курс доллара, как я его понимаю, по крайней мере. Если у вас есть какие-то замечания по тому, что я сказал, пишите обязательно в комментариях, мне это очень интересно. Если вы хотите продолжение, ну, более, так сказать, как бы детально рассмотреть структуру экспорта, как она меняется, структура импорта, опять же, как зависит курс доллара от структуры импорта. И, ну, скажем так, а не раздать ли, например, все доходы от нефти населению, например, да? Почему бы и не сделать так? Или почему это не делается, и почему это нельзя просто делать? Пожалуйста, свои вопросы пишите в комментариях. Я думаю, что на сегодня все. Оставайтесь на моем канале, поставьте, пожалуйста, лайк, и до встречи. С вами был Демитров Юрий.